Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как не реагировать на брата? Несмотря на довольно очевидный вопрос, я хотел бы уточнить, как не реагировать или как мне реагировать. Дальше из текста, я думаю, будет понятно, почему. Я сделал такое уточнение. Если вам нужно как-то реагировать на брата, то у меня для вас есть хорошая новость. Вы на него уже как-то реагируете. Нравится вам это или нет, но вы уже как-то реагируете. И все, что вы можете сделать, это довести эту реакцию до своего логического конца. То есть максимально ее выразить, а после, так скажем, перевести в форму какого-либо действия, которое будет совпадать с тем, что вы чувствуете. Другое дело, и проблемы начинаются тогда, когда человек пытается, ну, скажем так, зажать свою реакцию, подавить свою реакцию. И вот это вот уже является действительно серьезной проблемой. Тут нужно разбираться, потому что это противоречие. Дело в том, что брат старше на 10 лет. Ему 50. Он женился на женщине моей одногодки, но она состоялась по жизни, она занимает должность и т.п. Когда я читал эту часть вашего текста, мне показалось, что вы то ли завидуете, то ли на фоне этой женщины чувствуете себя неполноценно. Может быть, я не брат. Брат постоянно показывает, что я нигде умный человек, что я не стремлюсь зарабатывать. И т.п. С женой у меня не сложились отношения, потому что она, как она сразу поставила себя, что она начальник, а мне не хочется общаться. Тем более, когда у нас разный социальный статус. Ну, в первую очередь, как вы относитесь к тому, что брат вас чем-то там попрекает? Вполне возможно, что брат просто переводит на вас какую-то свою проблему. Например, проблему собственной полноценности на фоне своей жены. И, естественно, как бы, укалывая вас, именно укалывая, брат может решать какие-то свои трудности психоэмоциональные. Да? Потому что, ну, с большой долей вероятности можно предположить, что его супруга при такой модели поведения, которую вы описываете, в общем, в целом, в чем-то, в чем-то подавляет и вашего брата. Вот. Поэтому то, как вы сами реагируете на то, в чем приказывает ваш брат, очень важно. Дальше. Вы пишете, что с женой не сложили соотношения, потому что она сразу поставила себя как начальник. Ну, что же. Подобные компакты, где нет равенства, и где один партнер позиционируют себя как мап, и предполагают, что другой должен быть под. Естественно, такое такое общение, и такая коммуникация, да, она ну, действительно, скорее всего, не сложится. это правда. Здесь, пожалуй, вот на что можно было бы, наверное, обратить ваше внимание, и внимание, серьезно, это, пожалуй, на то, что вы не описываете и не раскрываете своего отношения к тому, что у вас разный социальный статус, и что его жена поставила себя выше, чем вы. А почему это важно? Причем, заметьте, не оценка здесь важна. Мы не говорим, хорошо это или плохо. Мы не говорим, должно ли так быть или нет. Хотя, конечно, наверное, и понимаем, что уважение какое-то базовое, особенно к родным человекам, с которым ты находишься в браке, ну, наверное, желательно. тем не менее, мы не оцениваем то, как ведет себя жена вашего брата, но мы спрашиваем, каково ваше отношение к тому, как она себя поставила. Вы пишите, мне не хочется общаться, тем более, когда у нас разный социальный статус. Разный социальный статус при определенных условиях может быть даже стимулом для того, чтобы общаться. Поэтому прямой корреляции здесь нет. Со временем отношения сошли на нет. Теперь он приходит к нам, теперь только он приходит к нам с мамой и приносит нашим животным костюм. Говоря о том, что ваши отношения сошли на нет, предполагается некая ваша собственная активность. ваша собственная активность, которую вы, к сожалению, опять-таки никак не озвучивает. Ну, то есть, сошли отношения на нет. Понятно. что вы для этого сделали? Чтобы они сошли на нет. А может быть, вы считаете, что ничего для этого не делали? И все сделала жена вашего брата? согласитесь, пока что не совсем понятно. Вы говорите о том, что брат приходит к вам и приносит кости вашим животным. И, если честно, читая вот этот момент, я почувствовал очень серьезную грусть и паску. Серьезно, мне почти физически почему-то об этом стало не по себе, когда я вот эту часть читал. Конечно, здесь в первую очередь бросается в глаза то, что вы, судя по всему, без мужчин. То есть почему-то ваше отношение с мужчинами не сложилось. второе, что бросается в глаза то, что вы живете с мамой. Что говорит о том, что, вероятно, вы до сих пор к ней психоэмоционально привязаны. То, что вы не живете отдельно, в какой-то степени свидетельствует о том, я подчеркиваю, в какой-то степени свидетельствует о том, что у вас нет стремления. вероятно, то есть вы не имеете каких-то вероятно жизненных целей. То есть что вам в вашей жизни интересно? Что вы в своей жизни хотите реализовываете? Какие у вас в вашей жизни допустим ценности? И есть ли они вообще? Если да, то как вы это опять же реализовываете? Вот на эти все вещи, я думаю, крайне крайне важно обратить вам свое внимание. Да? Сейчас я бы сказал очень похоже на то, что вы сублимируете в животных ту энергию, которая остается нереализованной. Конечно, я могу ошибаться и быть неправ. в интерпретации того, что в вашей жизни происходит, ведь в конце концов вы сами решаете, да, как вы живете, вы сами решаете, как вы действуете, вы сами двигаетесь, в тех направлениях, которые вы выбрали. Но вопрос заключается в том, насколько вы удовлетворены удовлетворены. Имеется ввиду, конечно же, своей жизни. Вот, и если какая-то неудовлетворенность присутствует, то на это, именно на это нужно обратить самое пристальное внимание, отношение, потому что это может создавать проблемы в отношении, в общении с женой как раз таки вашего брата, и возможно даже с вами брата. Вот. уровень это потребует от вас определенных действий, это потребует от вас определенных перемен, это потребует от вас изменения в вашей жизни, конечно же, все это какой-то активности и какого-то вложения энергии по пребыву от вас. Вопрос заключается в том, хотите ли вы этим заниматься. Дальше. Иногда мама с ним начинает разговаривать, у меня разговор совсем не клеится. Опять же, что вы конкретно делаете? Недавно поздравил меня с днём рождения, стал рассказывать, что у них часто гости, какие-то друзья её подруги, жены имеют ввиду, мне стало скучно слушать свою дару о каких-то людях. Я вышла. О чем бы вы хотели поговорить? Я вас ни в коем случае не обвиняю. Просто хочу уточнить, а о чем бы вы хотели поговорить? Мама с ним общалась на другую тему, мнение моё с ним не совпало. Я ответил резко, он психанул и побежал. Ну, очевидно, что между вами есть напряжение, да, и что-то не высказано. Я реально не знаю, как с ним общаться и надо было. Ну, мы тоже не знаем. Вопрос в том, что вы чувствуете. Раньше, когда мы были моложе, мы общались, жили вместе в одной квартире, а сейчас под воздействием жены я до него прям враг. Мне вообще не хочется общаться. Я не думаю, что под воздействием жены вы прям враг. Думаю, что это вы так вот воспринимаете, потому что продавляете определенные свои чувства. Кстати, в этой части вашего текста мне показалось, что вы как будто бы осуждаете своего брата за то, что он больше не живет с вами. А как вы сами относитесь к тому, кто живет с мамой? Я несколько лет не хожу в нем в гости. Сначала он попрыгал меня, что я не уделяю внимания племянникам, но блин, мне не хочется через силу общаться, если я не нахожу общий язык. Это верный вопрос в том, хотите ли вы этот общий язык найти. Если да, то мы вам в этом поможем. Правда, сначала придется решить некоторые ваши собственные проблемы. А как психоэмоциональные, так и, вероятно, касающиеся вашей жизненной позиции. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.